Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки. С вами снова я, Сега Геннадия. Сегодня у нас опять Тигримейл. Сегодня даже вот пять писем пришло. Я в таком легком шоке, конечно, потому что до сих пор еще разгребаю прошлую почту, там целая куча писем. Сегодня у нас, кажется, 19 февраля. И давайте посмотрим, где у нас такие штампы стоят. Так, это у нас не видно. Это у нас Украина. Когда было получено? Сегодня было получено. Это у нас было получено сегодня. Это у нас было получено вчера. Это у нас было получено сегодня. И последнее у нас было получено... О, еще 17-го числа. А его только принесли. Ладно, давайте начнем с него, раз оно так задержалось. Это у нас от Сидоровой Анны из Подольска. Давайте посмотрим, что же было внутри. Что же у нас тут такое? О, тут что-то милое. Очень-очень много текста. Сейчас. Ух ты, ух ты, чего только нету. Ух ты. Так. Так. Кажется, это все. Да, это у нас все. Ой. О, как красиво. Посмотрите, какая скреп бумага с розами. Потрясающе просто. Очень-очень красивая. Спасибо большое. Очень-очень большое письмо. Спасибо тебе большое. Это просто потрясающе. Когда пишут такие большие письма. Очень этому рада. О, цитата из моей одной из самых любимых книг. Хорошо быть охоней. И тоже это очень ценно. Спасибо тебе большое. Затем, что у нас здесь идёт? Здесь у нас идёт вырезка. Вот такая вот ещё красивая. Потрясающая. О, какая прелесть. Спасибо большое. Очень-то классно. Поражённая бумага. Очень-то претро. Такая вот вырезка с космосом. Тоже потрясающая. Ой, какая открытка. Боже, какая креста. Смотрите, как она преливается. Очень-очень красивая открытка. Можно будет её куда-нибудь вклеить. Затем вот такое пёрышко. Жёлтенькое. И вот такая вот наклейка Love. Спасибо большое тебе. Большое-большое спасибо. Так, давайте откроем вот это. Пусть мы хотим открыть. Оно какое-то такое очень интересное. Потому что ощущение, кажется, будто там какой-то материал. Ну, типа, не знаю, мягкой одёжки какое-то. Ну, мягенькое очень письмо. Это у нас Монтера Кристина. Вологодская область. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Очень-таки классные наклички. Прямо, будто бы, такие, не знаю. Ну, лизинцевая война, в общем. Кажется, что очень-очень объёмные. Понравился конверт. Очень такой грустный. Здесь выражение леса у матроса. Сергей Анатольевич Приминин. Северный флот. В общем, такая интересная алинистрация. Итак, ух, у нас здесь горячее письмо. Всё такое красное. Сейчас, зачем посмотрим. Здесь, кажется, только письмо. А, нет, я не права. Посмотрите, что здесь лежит. Это же просто радость бьюти-блокера. Здесь у нас L'Oreal L'Cif масло, которое я всегда хотела себе купить, но никак не решалась. Затем здесь идёт крем для рук от Aravia Professional с виноградной косточкой и жажоба. Обязательно, обязательно сделаю себе этот крем. Как раз-таки я планирую сделать новый маникюр. Спасибо большое. Вообще, очень круто. Я даже как-то не думала, что пробники можно вкладывать в письма. И здесь идёт такое огромное письмо. Я его, конечно, гляну прямо держу. С такими же наклейками, как и на конверте, только сердечки. Очень-очень приятная такая бумага. Я не знаю, правда, где вы берёте такую бумагу? Я специально хожу по канцелярским магазинам, ищу нормальную цветную бумагу, на которой можно было писать письма, чтобы она была вот такая вот приятная, плотная, яркая, но ничего не попадается. Либо она очень дорогая, либо её, в принципе, вообще нет. Спасибо большое. Обязательно прощу письмо за кадром, короче, да. И отвечу на него. Теперь хочу открыть вот это письмо из Украины. Сейчас прощупаем, где можно его открыть. Думаю, что только сверху. В принципе, она вот так легко открывается. И здесь у нас куча канцелярии. Здесь у нас есть письмо. Он, кажется, да. Такой вот. На такой интересной бумаге. Как будто из старой, старой сутрой ради. Даже я бы сказала, что из больничной выписки, да. Очень интересная бумага. Я немножко почитала письмо. Понимаю, от кого оно. Вот. И, наконец-то, я его дождалась. Спасибо тебе большое. И пам-пам. Я даже не сказала, от кого это. Это у нас от Наташи. Да, я стесняюсь произнести фамилию, потому что мне кажется, что я неправильно её произнесу. Из города Харьков. Итак. Здесь куча приятностей. Я уже сказала, много канцелярии. Просто, я не знаю, зачем ты так потратилась. Ну, это очень мило. Это очень-очень мило и приятно. Прям вот частичка тебя. Будет очень приятно всем этим пользоваться. И думать о тебе. Вот. Ух ты. Боже мой, какая красота. Вот одна отклеилась даже. Не выйдет жила. Какие интересные у вас конверты. Даже внутри вот всё так украшено. Так. Само письмо. Очень личное. Не буду его здесь читать. Боже, это просто бесценные наклейки. Вот серьёзно. Они все с места повыпадали, конечно. Но ничего. Во-первых, они вот такие вот голографические. Насколько вы видите. И здесь Дональд Дак. Я его обожаю. Просто обожаю. Микки Маус, Гуффи. Такие они классные. Я таких никогда не видела. Спасибо большое. Так. И затем у нас тут вот такие вот. Тоже такие наклейки. Я очень сильно люблю. Помялись, бедняжки. Очень люблю такие наклейки. Я не знаю, как они правильно называются. Может быть, тоже какие-то леденцовые. Или просто объёмные. Пластиковые. Да. На тему. Love. Очень люблю. И вот такие вот классные календарики для моего личного дневника. Котятки и собачки. Да. Очень классные кутики. Спасибо большое ещё раз. Далее идёт письмо. Даже не знаю, как сказать и стоит ли. В общем, от одного человека, который мне дорог. Дорог в моей Tumblr семье от Марии. И так получилось, что я выиграла у неё в конкурсе. Ну, как выиграла. Просто попала в пятёрку тех, кому будет вручён небольшой бонус за участие. И, кажется, здесь не только один бонус. Кажется, здесь есть что-то ещё. И да, я права. И, боже мой. У меня нет слов. Просто, Маша, у меня нет слов. Это просто крутое письмо. Я не знаю, даже можно его показывать или нет. Но вот так вот, да. Вот. И вот, собственно, приз. You're free. И это нашивка. Да, такая вот термо-наклейка. Или как ещё её назвать? Для одежды. Ветрового куртока, рюкзаков, джинс. Не знаю, куда угодно. Просто куда угодно. Есть у меня моя джинсовка. Которую я просто люблю с значками разными обвесить. И я думаю, что это пойдёт либо туда, либо пойдёт на мою сумку, которую с Coldplay. Вот, потому что давно попараги. И чего-нибудь нового туда прилепить. И это в разы для меня очень много чего значит. Я не буду сейчас говорить, распыляться и так далее. Но просто это внутреннее состояние, которое должно быть у каждого. Чтобы ничто на вас не давило. И ничто не держало вас в каких-то тисках. Просто будьте свободными. Вот. Это не только зависит от вашего статуса, да. Но и самое главное, это внутреннее состояние свободы. Так что да. Вот такой вот пробник классных духов от Ифарше. Нравятся они мне очень. Знаю я их. И тут вот такие вот клёвые наклейки. Которые тоже очень атмосферные. И просто кучка маленьких звёздочек. Я не знаю, где ты их достала. Потому что я такие тоже везде искала. Именно маленькие. Мне везде попадались только крупные. Но вот эти малыши, это просто прелесть. И для фотографий они идеально подходят. Спасибо тебе большое. Это просто, я не знаю, для меня очень-очень много значит. И просто ещё раз спасибо. Последнее письмо у нас от Оли из Подольска. Опять Подольск сегодня. Так. Фэбилос. Очень классная наклейка. Да. Я бы сказала, что это скорее всего вырубка. И очень-очень красивые марки. Посмотрите. Это у нас Greenpeace. 50 лет. Фонду Дикой Природы. И также у нас здесь Аист. Такая вот милость сзади наклеена. Очень-очень красивая ленточка. Тоже всё никак не куплю. На Алиэкспресс себе отложила разные-разные ленточки для украшения писем. Просто всё никак не дают руки. И кошелёк. Да, чтобы сделать там заказ и порадовать себя и своих бумажных друзей красивыми письмами. И так. Так-так-так. Так-так-так. Ух. Посмотрите, какая красота. Это же просто прелесть. Да, это, кажется, всё. Так. Здесь у нас идёт очень красивое письмо. Посмотрите, как оно красиво украшено. Как я понимаю, эта бумага была не куплена такой, а сделана, наверное, в кофе. Я иногда так и делаю тоже. Ну, и красивое письмо. Не знаю. Смотрю на него, и мне так приятно становится. Это вот то, что оно такое прям вот... Не знаю. Как у меня в душе. Прям всё такое wild. И скандинавское, лесное. Вот, видимо, из-за вот этого оформления. И вот такие вот приятные скраб-штучки. Здесь идут вопросы. Затем здесь идут вот такие вот тоже окошечки. И не только окошечки, карточки, которые можно использовать в личном дневнике и в переписках. Клик-клик. Затем... Ммм, очень красиво. Airmail. Прелесть. Просто прелесть. Так, здесь у нас чай. Угу. Так, так, так. Как бы тебя открыть так, чтобы не повредить. Очень хорошо ты его закрыла, кстати. Да, я думаю, что... Можно вот так вот, да, открыть. Ага. Вот. И здесь у нас тревогольничек чая. Мне кажется, это что-то такое печенюшки, шоколад. Запах, кстати, очень-очень вкусный. Обязательно попробую. Спасибо большое. Затем идут вот такая вот переводилка и вот такие вот вырубки со всякими капкейками, кексиками. Да. Вот такая вот красота. Просто прелесть. Спасибо за это письмо. Оно очень меня порадовало, очень умилело. И вообще сегодня вся почта очень классная. Каждое письмо просто пропитано теплом, любовью. И девчонки, я обязательно всем отвечу тем же. И просто постараюсь быть на уровне. Всё равно стараюсь как можно лучше, индивидуально и каждому сделать. Вот. И спасибо, что вы меня тоже радуете, потому что сейчас у меня такой период, когда, не знаю, очень сильно хочется общения, очень сильно хочется какой-то поддержки. И вот это вот... Я не знаю, как это назвать. В общем, наверное, дружеского чего-то, какой-то связи. Просто хочется вот такого вот позитивного чего-то, такой радости получать от незнакомых людей, которые потом становятся близкими и которые находятся очень далеко. И вроде бы за счёт этих писем они рядом с тобой. И все эти электронные переписки, они не такие живые, не такие личные, важные. Нет, они важные, я не так выражаюсь. Просто они не такие настоящие, не такие живые, как я уже говорила, как бумажные. Здесь вот я открыла пакетик с чаем, я чувствую запах этого чая. Человек специально выбирал, клал его мне в письмо, делал конверсик вот для него, да. Подбирал вот эти вот разные вырубки, кельсики, наклеечки, бумажечки все вот эти. И он думал, чтобы сделать так, чтобы получателю понравилось. То есть это идёт как забота. И вот этого мне сейчас не хватает, потому что, как я уже говорила, в жизни очень-очень тяжёлый период. И многие знают почему. И поэтому я стараюсь вот этим всем заполнять свою внутреннюю дыру. И также отдавать всю себя вам. И я надеюсь, что вы замечаете это. И в одном из писем сегодня я прочитала об этом за кадром, пока раскладывала это всё, что одна девушка пишет, что уже очень-очень много лет она смотрит, да. И всё это как-то так тихо-тихо. И она через экран, через сотни километров чувствует моё тепло и мою отдачу. И что вот это вот многих людей поддерживает и лечит. И я считаю, что это для меня самый, не знаю, лучший комплимент. И признак того, что я делаю правильные вещи. И что я кому-то нужна. Вот. Так что ещё раз хочу сказать... Хочу сказать спасибо большое за то, что вы поддерживаете меня. И что любите. Хоть многие из вас совершенно не знают меня вживую. И пишут впервые, но просто, не знаю, это для меня самое важное. И просто я хочу сказать огромное-огромное спасибо. Вот. И простите, что я расплакалась. И стяжусь сейчас просто как, не знаю, дурочка. С мокрым лицом и мокрыми глазами. Смотрю на это всё. И чувствую ваше тепло внутри себя. Вот. Простите за все эти сентименты. Они совершенно здесь не к месту. И никому не нужны. Но какая-то я стала сентиментарной в последнее время. И надо что-то с этим делать. Вот. Ладно. Всё. Я должна вернуться такой, какая я есть. Сильной и независимой женщиной. Вот. Ещё раз спасибо вам большое за всё вот это. И простите за какие-то субурные мысли и скомканные слова, фразы. Которые просто я не знала, как контролировать. И подавать вам. Вот. Но я это я. Что с этим сделать. Да. И спасибо, что принимаете меня такой, какая я есть. И люблю, целую, обнимаю. И всегда это так. Очень-очень сильно вас всех люблю. Спасибо, что вы моя семья. И до новых встреч. Пока-пока.